Добро пожаловать на передачу Слово Божье, которую ведет Тамму Найду. Тамму, старейшина апостольской церкви в Сан-Тенне, расположенной в Кхао-Денге, Южная Африка. Он путешествует по всему миру, проповедуя Слово Божье. Его миссия — донести до людей библейские истины, которые помогут построить истинную церковь Бога. Сегодня я хочу поговорить с вами о предмете, который мы часто обсуждаем в церкви. Но я не думаю, что мы до конца его понимаем. Этот предмет — праведность. И если у меня будет возможность поговорить с вами в течение следующих двух недель, я буду говорить с вами о праведности. Потому что праведность — это основополагающая черта, которая поможет Богу установить на земле свое правление. Скипетр Бога — это скипетр праведности, а скипетр — это символ власти. Это символ царя. Когда царь держит в руке скипетр, это называется скипетром власти. И этот скипетр символически или образно представляет собой состояние праведности, в котором мы должны существовать. Праведность — это важнейший компонент, который необходимо изучить в это время. Нельзя просто использовать слово, не понимая его истинного значения. Поэтому я хочу потратить некоторое время на то, чтобы рассказать вам, какими должны быть праведные люди. Я говорю не о фанатичных людях. Я говорю не о фанатичных элементах в церкви. Я говорю не о кучке людей, которые ведут себя очень странно и необычно. Вы знаете, в церковных кругах есть такие экстремисты. Я говорю не о них. Я говорю о праведности, которая является прекрасным духовным качеством, которое необходимо понять. И что же Господь сделает в это время, так это восстановит справедливость в церкви. Потому что когда справедливость вернется к каждому из нас, Библия говорит, что справедливость возвышает народ. И мы можем использовать слово народ в более широком смысле. Иногда мы думаем о светском народе, о народе Южной Африки, но мы не осознаем, что иногда слово справедливость относится к народу Божьему, что справедливость возвышает народ Божий. А народ Божий состоит из сынов и дочерей Божьих. В Исаии 28.17 говорится, «И сделаю я справедливость мирилом и праведность правилам». И это все, что этот стих говорит о шаблонах, которые помогают нам понять, как Бог хочет строить. И Он говорит, «И сделаю я справедливость мирилом, а праведность — отвесом». В первом случае речь идет о вертикальной линии, когда вы что-то измеряете по вертикали. Но когда Библия говорит о праведности, о правиле, она говорит о том, как что-то измеряется по горизонтали. И вы знаете, что при строительстве вам нужны вертикальные и горизонтальные линии. И это те нити, которые становятся мирилом. И еще, «И сделаю я справедливость мирилом, а праведность — отвесом». Град снесет убежище лжи, и воды затопит тайник. Поэтому нам нужно научиться строить свою жизнь в месте, называемом праведностью. Если вы хотите обеспечить свое будущее, если вы хотите построить для себя гнездо, построите его в месте, называемом праведностью, потому что Бог любит праведных. Я сейчас объясню вам значение слова «праведный». В книге «Деяния» 17 часов 31 минута сказано, что Он назначил день, когда будет судить мир по правде, и судить будет человека, которого Он избрал. И мирилом здесь является Иисус Христос, но мы становимся мирилом вместе с Ним. Поэтому человек здесь — это не просто человек, который имеет патент, а человек, который является корпорацией, то есть Христос. Он дал всем нам уверенность в этом, воскресив Его из мертвых. Итак, мирилом является Христос, но мы находимся в Нем, и мы становимся мирилом, по которому будет оцениваться все. Поэтому если Бог захочет судить мир, Он не будет судить его по тому, как люди живут безнравственно-порочно, в смятении. Бог сначала будет искать человека праведного или корпорацию, которая является праведной, и это станет мирилом, по которому Он будет судить и осуждать мир. Понимаете, о чем я говорю? Поэтому праведность — это очень, очень важный аспект, на который мы должны обратить внимание. Библия говорит, что церковь должна пробудиться к праведности, должна проснуться. Сегодня мы живем в очень, очень свободном мире. Дух свободы создал культуру, в которой каждый хочет делать то, что считает правильным в своих собственных глазах. И сегодня каждый из нас может оправдать любой свой образ жизни. Мы можем оправдать любой свой выбор. Люди сегодня могут делать все, что захотят. Они найдут способ оправдать свой образ жизни. В результате церковь не живет по праведным законам. Но в послании к Коринфянам 15 часов 34 минуты сказано, пробудитесь к праведности. Я хочу, чтобы вы это поняли. Если есть что-то, что я хотел бы сделать в этой передаче, так это не просто зачитать вам отрывки из Священного Писания, а прочитать их много, очень много, чтобы мы могли понять, как жить по праведным законам. Это очень, очень важно. Если вы не будете жить по праведным законам в это время года, то, уверяю вас, вы начнете обвинять Бога в своих неудачах. Вы будете ходить в церковь, делать свои дела, а потом пойдете домой и будете удивляться, почему у вас все идет наперекосяк, почему у вас ничего не получается, и так далее, и проблема будет не в том, что Бог не выполняет своих обещаний, а в том, что мы безразличны к тому, как Он все делает. И я сейчас покажу вам, насколько сложен мир праведности и в то же время, насколько он прост, если вы будете жить по божественным законам, по божественным образцам и принципам. Библия говорит, пробудитесь к праведности, не грешите, ибо некоторые не знают Бога. Я говорю это к вашему стыду. Чтобы пробудиться к праведности и не сбиться с пути, не стать бродягой, который сбивается с пути истинного, нам очень важно знать Бога. Мы знаем путь Бога. Знаете, я прошу у Бога, Господи, научи меня Твоему пути, Твоему пути. И тогда я понял, что для того, чтобы понять Его путь, мне нужно прочитать всю Библию. И там так много всего, что связано с Его путем, Его природой, с тем, как Он все делает. И поэтому я хочу знать все это, чтобы не жить в позоре. Я бы не хотел жить в смущении. В Библии говорится во втором послании к Коринфянам, глава 2, стих 22, «Беги также от юношеской похоти». Я думаю, что это второе послание к Тимофею. Я думаю, что Суриш читал что-то из этого. «Беги также от юношеских вожделений, но стремись к праведности». Все говорят, стремись к праведности. Хорошо, значит, мы должны пробудиться к праведности. Мы должны стремиться к праведности, к праведности. Так что давай теперь перейдем к определению слова «праведный». Ты готов к этому определению? Так вот, это такое слово, что ты не можешь просто обратиться к обычному словарю на иврите или греческом и выбрать нужные слова. Если у тебя с собой есть Библия, ты найдешь такие слова, как «справедливый», «законный», «праведный» или что-то в этом роде. Ты найдешь слова «праведные» в правительстве, «праведные» в своем деле, «праведные» в своем поведении, «праведные» в своем характере и так далее. По-гречески это означает «правильный образ жизни» или «законный образ жизни» и так далее. А некоторые люди думают, что праведность — это правильный образ жизни. Поэтому, когда ты спрашиваешь людей, каково определение праведности, они отвечают «правильный образ жизни». Звучит правильно. Звучит заманчиво. А что такое правильный образ жизни? О, я не курю и не пью. Я не ругаюсь матом и не прелюбодействую. А ты знаешь, что многие мусульмане тоже не делают всего этого? А ты знаешь, что многие атеисты не делают всего этого? А ты знаешь, что многие представители других религий не делают всего этого? Так что если правильная жизнь является мерилом праведности, то нам не нужна христианская вера. Я прав. Так что это должно быть нечто большее. И это слово имеет более юридический смысл в греческом языке, где оно говорит о чем-то большем. В нем используется многозначное слово «оправдание» или «справедливость», когда речь идет о равновесии. И в этом есть несколько прекрасных значений, таких как состояние того, кто является таким, каким он должен быть, состояние того, кто является таким, каким он должен быть, состояние, приемлемое для Бога и так далее. И в нем есть такие слова, как честность, добродетель, чистота жизни, правильность чувств, мышление и действий, в узком смысле этого слова и так далее. Но позволь мне отойти в сторону. Я дам тебе определение. Я хочу, чтобы ты начал понимать это определение, а затем я распакую его для тебя. Когда мы говорим о праведности, мы говорим о том, как Бог создал человека для функционирования на планете Земля. Мы говорим о состоянии, условиях, при которых мы, Сыны Божьи, должны функционировать в соответствии с тем, как Бог создал нас для функционирования. Позволь мне повторить это еще раз. У Бога, прежде чем Он сотворил нас, был для нас замысел. В этот замысел было включено состояние и условия того, как мы должны существовать на планете Земля. Это состояние и условия были предопределенным способом, которым Он хотел, чтобы человеческая раса функционировала. Итак, когда Бог смотрит на людей на Земле и видит, как они функционируют, первая точка отсчета, которую Он имеет по отношению к ним, заключается в том, функционируют ли они в соответствии с моим замыслом. Ведут ли они себя в соответствии с моими намерениями. Если состояние человека не соответствует небесному стандарту, то это называется неправедностью. Так что ты не можешь, ни ты, ни я не можем оценивать то, что является правильным образом жизни, или то, что политкорректно, или то, что я считаю правильным образом жизни. Я хочу жить такой жизнью. Я часто слышу, как люди говорят, что нам нужно жить осмысленной жизнью. Я слышу, как люди говорят, что нам нужно иметь четкое представление о том, как мы можем внести свой вклад в жизнь общества. Но если все эти взгляды на то, как вы хотите прожить свою жизнь, исходят из вашего личного мировоззрения, вашей идеологии или из блестящих идей, которые вас вдохновляют, то это не значит, что Бог будет этим доволен. Неважно, насколько благородны ваши идеи, если они не соответствуют замыслу Творца, то это будет считаться безнравственным, противозаконным или неправомерным. Ты понимаешь? Так вот, что в первую очередь ищет Бог, так это то, живут ли мои люди в соответствии с моим замыслом. Это главное, это основная идея. Понимаешь? И как коллективное целое, Бог создал человечество, чтобы оно функционировало определенным образом. И если мы не будем действовать в соответствии с этим замыслом, то это лишит нас возможности быть праведными людьми в этом мире. Даже если ты не совершал всех тех грехов, о которых я говорил ранее, и ты считаешь себя хорошим человеком, ты платишь налоги, ты не ссоришься с соседями, ты не сплетничаешь и других. Ты хороший человек, и все тебя любят, но если ты не соответствуешь тому стандарту, который Бог установил для тебя, то все, что ты делаешь, не имеет никакого значения. Это как если бы богатый человек пришел к Иисусу, молодой человек пришел бы к Иисусу. Он накопил немалое состояние. Он был богат. У него было много активов и инвестиций. И он подошел к Иисусу и сказал, «Знаешь, что я должен сделать, чтобы обрести вечную жизнь в этом измерении, в котором ты существуешь?» Иисус ответил, «Соблюдай заповеди, и ты обретешь вечную жизнь». И тот человек сказал Иисусу, «Я делал это с юности». И тогда Иисус сказал ему, «Тебе не хватает одного, пойди и продай все, что у тебя есть, раздай бедным и приходи ко мне». Дело не в том, чтобы раздать свое имущество. Дело в том, что ты был настолько религиозен, что считаешь, что это дает тебе право быть тем, кто может получить то, что тебе предназначено. Но, к сожалению, твоя жизнь не соответствует божественным стандартам, божественным законам. Поэтому ты можешь соблюдать все заповеди, ты можешь делать все то, что делает религиозный человек, и все равно не соответствовать тому, чего хочет Бог. Поэтому, когда мы говорим о праведности, мы имеем в виду соответствие божественному замыслу, функционирование в соответствии с ним. И это состояние и условия твоего существования должны быть приемлемы для этого замысла. Микроскопическое привело к этому. К макроскопическому. В более широком смысле, хотя мы все призваны функционировать определенным образом как представители человеческой расы. Каждый из нас играет свою особую роль в этом грандиозном повествовании. И в этой роли есть место, которое Бог отвел тебе в этом мире. Это как в человеческом теле, где есть место для глаза, есть место для уха, есть место для пальца, есть место для ноги, есть место для всех органов. И каждая часть тела занимает свое уникальное положение. И это положение нельзя изменить, потому что тогда организм будет работать неправильно. Поэтому, хотя мы все должны действовать в соответствии с определенными стандартами, в микромире мы также должны понимать, какую роль мы играем в этом большом мире. Потому что если бы Бог избрал тебя быть королем, а ты решил стать нищим, это было бы несправедливо. Если бы Бог избрал тебя быть нищим, а не королем. Я привожу глупый пример, но ты меня понимаешь. Если бы Бог избрал тебя быть кем-то другим, а не тем, кем ты являешься, это было бы нарушением праведных законов. Потому что Бог не только избрал тебя в утробе матери, но и создал тебя таким, чтобы ты мог выполнять определенную работу. Поэтому если ты решил стать пророком, а хочешь быть апостолом, это будет несправедливо. Понимаешь? Это работает на разных уровнях. Ты понимаешь, о чем я говорю? Бог требует, чтобы мы были устроены определенным образом, чтобы в мире все функционировало. И когда мы говорим о праведности, мы имеем в виду праведность в том смысле, как Бог хочет, чтобы мы работали. В Писании есть отрывок, и я хочу сейчас перейти к более сложному объяснению. Я хочу показать тебе, что праведность — это не состояние беспонимания. Есть разные аспекты того, как ты можешь себя настроить на определенный лад. Хорошо, тогда давайте посмотрим на Псалом 145, стих 17. Итак, я хочу сказать, что праведность — это то, как мы выстраиваем, структурируем каждый аспект нашей жизни в соответствии с тем, как мы должны жить. Хорошо, тогда каждый из нас должен знать, что является праведным в его жизни. Как Бог устроил так, чтобы мы функционировали в его теле, в его святой стране, и так далее, в Псалме 145, стих 17. Говорится, что Господь праведен во всех своих деяниях, милостив во всех своих делах. Итак, я хочу, чтобы вы представили себе эту картину. И эта картина очень-очень важна. Пожалуйста, постарайтесь ее запомнить. Праведность — это не просто одна маленькая картинка. Праведность — это все, что делает Бог. У Бога много способов делать что-то. Например, давайте посмотрим на человечество сегодня. Я не просто проповедник. Я занимаюсь и другими делами. Мое основное занятие — это проповедь, и я путешествую, занимаясь этим. Но иногда я могу поиграть в футбол. Вы не поверите, но я умею играть в футбол. Иногда я могу поиграть в крикет. Но то, как я бью по мячу в футболе, отличается от того, как я бью по мячу в крикете. Я имею в виду, что я могу петь. Вы и этому не поверите, но я действительно пою. Не пою в микрофон, потому что вы бы не захотели это слушать. Иногда я хочу отдохнуть. И это тоже по-другому. Например, я читаю книгу. Или сижу за столом и ем. У меня много разных способов делать что-то, много разных способов самовыражения. И когда вы начнете изучать это, то поймете, что в моей жизни было столько разных событий. И у Бога столько разных путей, но каждый из них праведный. Другими словами, если бы он играл в футбол, то его игра была бы праведной. Если он благословляет кого-то, то это тоже праведно. Если он дает, то это тоже праведно. Если он делает что-то еще, то это тоже праведно. Другими словами, каждый аспект жизни Бога измеряется праведностью. Это самый правильный образ жизни. А теперь посмотрите на свою жизнь. Посмотрите на свою жизнь. Сколько у вас путей? У вас их так много. То, как вы живете, можно разделить на несколько частей. Позвольте мне привести один пример. Есть праведный стандарт для брака. Есть праведный стандарт для пожертвований. Так что вы можете давать праведно. Вы можете делать праведные пожертвования, но у вас может быть неправедный стандарт в отношении вашего брака. Таким образом, Бог может благословить ваше пожертвование, но ваш брак не соответствует тому стандарту, который он установил для брака, и вы можете отказаться от него. Таким образом, в некоторых сферах вашей жизни вы можете быть праведными, а в других неправедными или незаконными. Таким образом, есть много путей, и я объясню это вам позже. Но давайте обратимся к главе 3, стихам 13-17 Евангелия от Матфея. Потому что, как вы знаете, здесь есть определенные слова, которые помогают нам увидеть общую картину. И вот Иисус пришел из Галилеи к Иоанну на Иордан, чтобы тот крестил его. И Иоанн попытался остановить его, сказав, «Я должен крестить тебя, и ты должен прийти ко мне». Это нормально, потому что Иоанн знал, что Иисус был избранным, и что он был тем, кто подготавливал путь. Откуда мы это знаем? Потому что их матери, должно быть, рассказали им об этом. Пророчества, которые они получили, ясно указывали на то, что Иоанн будет глашатаем, возвещающим о пришествии Мессии, Христа Иисуса. Его имя будет Иисус. Он спасет свой народ. Иоанн понял это и сказал, «Эй, ты должен крестить меня. Мне не нужно, чтобы ты меня крестил. Послушай, что сказал Иисус». Но Иисус ответил ему, «Пусть будет так, ибо так подобает нам исполнить то, что...» Все говорят, «Все в порядке». Другими словами, здесь есть стандарт. И дело не в крещении. Дело в том, что небесные требования должны быть соблюдены, и как мы с вами можем это сделать, чтобы я мог исполнить эти требования, войдя в воду для крещения. Итак, есть стандарт. В этой серии я хочу показать вам, как начать приводить свою жизнь в соответствии с этим стандартом, начав с микроскопического анализа аспектов вашей жизни. Например, если я жертвую, то делаю ли я это по праведным стандартам? В моем браке, в моих отношениях с коллегами, есть ли в них праведность? В моих отношениях с моей семьей, есть ли в них праведные стандарты? Я хочу сказать, что в каждом аспекте моей жизни я могу измерить, соответствует ли он моим требованиям. Если это не соответствует плану, значит это не работает. Тогда я должен навести порядок в этом аспекте. И именно так вы привносите праведность в свою жизнь. И я покажу вам это немного позже, когда мы будем говорить о жизни Иисуса. В Евангелии от Матфея, глава 21, стих 32, сказано, что Иоанн пришел к вам по пути праведности. Поэтому, когда Иоанн пришел и сказал, подготовьте путь, сделайте его прямым, Он на самом деле пришел не просто для того, чтобы быть глазом вопиющего в пустыне, но Он пришел, чтобы исполнить путь праведности. Другими словами, вы не можете существовать на Земле, если не будете стремиться к праведности, состоянию, условиям, в которых Бог создал вас для жизни. Когда вы начнете соответствовать этому стандарту и подчиняться Ему, поверьте мне, вы будете жить так, как Бог задумал для вас. Вы меня слышите? Вы сегодня очень молчаливы, даже когда щипали своего соседа. Очень молчаливы. Ладно, это не очень интересная серия, но вы поняли, о чем я говорю. Теперь обратимся к Библии, к Псалму 22. Вы знаете этот знаменитый Псалом. Господь, пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться. Он покоит меня на Зеленых пастбищах. Он ведет меня к тихим водам. Он исцеляет мою душу. Он ведет меня по... Это один путь или множество? Множественное число. Итак, в частях есть... Ладно, давайте поиграем со словом. Частэйяха. В частях много част, ой и краткое. Много частей. Поэтому нельзя просто сказать, ой, я праведный, потому что я во Христе. Я живу в нем. Я праведность Христа. Это правда. Я собираюсь прочитать тебе это. Ты праведность Божья во Христе. Но ты должен начать анализировать свою жизнь, разбираться в ней, видеть все ее стороны, если это тот путь, по которому он ведет тебя, и если это праведный путь. Например, праведные пожертвования, праведный брак, праведные отношения, праведный образ жизни, когда никто не смотрит на тебя свысока. Это не значит, что ты должен делать только то, что тебе нравится, а что не нравится, не делать. Это значит, что ты должен быть честным, справедливым, уравновешенным, спокойным, гармоничным. Что приносит тебе удовольствие? Что приносит радость в твою жизнь? Например, правильно ли я поступаю, когда отправляюсь в определенную страну, но никогда не слышал Бога? Он не посылал меня туда. Но он призвал меня через пророчество идти в мир. Но когда я иду в мир, это не значит, что я могу идти туда, куда хочу, когда хочу и как хочу. Это значит, что у меня есть открытое приглашение идти в мир, но когда я иду, я должен спрашивать у Бога, правильно ли я поступаю, когда еду в Индонезию на прошлой неделе. Или я еду туда, потому что кто-то меня пригласил? Ты меня слышишь? Правильно ли я поступаю, когда нахожусь в этом месте? Возможно, в то время у Бога были другие планы для меня. И позволь мне не говорить даже о твоем выборе в браке. Если ты молод и не женат. Если ты женат, то уже слишком поздно. Но он ведет меня по пути праведности во имя свое. И хотя я иду по долине смертной тени, я не буду бояться зла, потому что ты со мной. Так что это и есть праведность, понимаешь? Твой жезл и твой посох даутешат меня. Так ты ведешь нас. Ты накрываешь мне стол, ты готовишь мне трапезу в присутствии моих врагов. Ты помазал мне голову елеем. Чаша моя преисполнена. Несомненно, благость и милосердие будут сопровождать меня во все дни моей жизни, и я буду пребывать в доме Господнем вечно. Но видишь ли ты здесь проявление праведности? Есть разные измерения, разные аспекты, разные уровни. Поэтому мы призваны к праведности. В пятой главе книги Исаии, стихах с шестого по десятый, говорится, что благословенны те, кто жаждет и ищет праведности. Поэтому, когда ты говоришь, что жаждешь и ищешь праведности, ты не просто абстрактно желаешь быть хорошим, добрым. По сути, ты говоришь, «О Боже, я жажду и ищу праведности во всех аспектах моей сложной жизни, которая требует от меня проявления разных качеств. В каждой мелочи я хочу подчинить ее воле небесного стандарта». Ты понимаешь это? Если меня будут судить в какой-то области. Например, если ты предстанешь перед судом, тебя обвинят в конкретном нарушении. Если тебя обвиняют в превышении скорости, тебя будут судить только за превышение скорости, а не за неуплату налогов. Ты понимаешь меня? Если меня будут судить в какой-то области, если меня будут отсеивать как пшеницу, и каждое зернышко, каждую крупинку будут проверять, тогда я буду знать, что в этой области я прав. Должно наступить время, когда каждый аспект твоей жизни будет проверен и признан праведным. Библия говорит, блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся, ибо они будут жить по воле Божьей, по божественному замыслу, в соответствии с тем, чего хочет от вас Господь. И тогда мир восстанет против вас и скажет, вы знаете, мы против этого. Библия говорит, что вы будете духовно благословлены, если будете жить по воле Божьей. Знаете, я читал об этом, но не записал, но одно из свойств праведности, которое я нашел, это то, что Бог ненавидит тех, кто выбирает путь обмана, а не праведности. На самом деле обман и праведность идут рука об руку. И сегодня под обманом понимается не только то, что происходит за закрытыми дверями, но и двуличие, двойные стандарты, отказ от своих убеждений, несоблюдение того, чего хочет от вас Бог, и выбор альтернативного пути. Люди постоянно так поступают. И Бог говорит, что это не способствует праведности. Вот почему праведность и справедливость идут рука об руку. Поэтому стремление к праведности должно включать в себя и гонение. Ибо это Царство Небесное. Потому что, когда вы начнете действовать в соответствии с принципами праведности, некоторые будут противостоять вам, бороться с вами. Вы знаете, что вам придется быть непреклонным. Вот почему еще одно слово, которое связано с праведностью, это слово честность, открытость, прямолинейность, когда вы должны быть такими. Вы не можете идти на уступки и подчиняться некоторым вещам. И это те праведные нормы, которых придерживался Ной, когда все остальные вели гидонистический образ жизни, а он один стоял на своем. Ной сделал выбор. Он решил, что не будет жить по этим нормам, и Бог назвал его праведником. На самом деле он первый человек в Библии, которого называют праведником. «Я проснулся сегодня утром с мыслью, которая не давала мне покоя, и я решил поразмышлять над ней». Мелхиседек, глава 7, стих 1. Мелхиседек. Это таинственный человек. Вы знаете этого человека? Возможно, это один из трех сыновей Ноя. Это должен был быть один из трех сыновей, хотя у него не было отца. Библия описывает его без упоминания матери и отца. Это должен был быть священник, который представлял людей и служил им, Мелхиседек, царь Салима, священник Всевышнего. Посмотрите, царь Салима, который позже стал называться Иерусалимом, священник Всевышнего, посредник между небом и землей. Он был вратами. Если Бог приходил на землю, то через него. Если человек хотел заключить сделку с небесами, то посредником был священник. Это был обмен. Священник Всевышнего, который встретил Авраама, возвращавшегося с битвы, и благословил его. Посмотрите на следующий стих. Авраам отдал ему десятую часть всего, что у него было. И как переводится его имя? Царь, царь праведности. А также царь Салима, что означает царь мира. Так что он был не просто правителем своего региона и служителем Бога, но и праведным царем. Другими словами, он был властелином, он правил всем этим царством, всем этим государством праведности. И именно об этом Бог сказал мне сегодня утром. Я хочу, чтобы ты стал царем праведности. Я хочу, чтобы вся твоя жизнь была такой. Если тебе нужно будет оценивать каждый аспект своей жизни. И я могу сказать тебе, что когда он сказал мне об этом, я ответил ему, ого, сколько же работы предстоит сделать. Потому что я не думаю, что все в моей жизни соответствует стандартам праведности. Я стараюсь, но у меня не получается. У меня не получается. Но Бог говорит мне сейчас. Он говорит мне, я хочу, чтобы ты стал царем праведности. И когда ты привнесешь небесное состояние во все аспекты своей жизни, в то, как ты относишься к своей жене, к своим троим сыновьям, к своим коллегам, к своим духовным детям, к своим друзьям, к своим коллегам-отцам, к тому, как ты распоряжаешься деньгами, к тому, как ты ведешь дела. Я хочу, чтобы ты был таким. Он сказал, если ты станешь царем праведности, то стать царем мира будет несложно. Шалом, мирная жизнь, полноценная жизнь. Праведность — это стандарт, к которому Бог хочет, чтобы мы стремились. В Евангелии от Матфея, глава 6, стих 33, говорится, «Ищите же прежде Царство Божие и правды Его». Вот что означает слово «царство» — право на власть. И праведность, и все остальное будет дано вам. Поэтому вместо того, чтобы гнаться за чем-то, как Сура сказал нам сегодня в Писании, вместо того, чтобы гнаться за чем-то, гонитесь за правом на власть. Это и есть Царство Божье. Царство — это ваше неотъемлемое право на власть. Именно так переводится слово «базилия царства». Это не относится к какому-то конкретному царству. Это относится к правителю. Я прошел с тобой через все это. Это неотъемлемая часть. Если ты знаешь, как править, то как ты правишь, стремясь к праведности, к тому, каким ты должен быть. Если ты сможешь этого достичь, то все придет к тебе само без твоих усилий. Это удивительная мысль. Я имею в виду, что это и есть дополнение. Это эквивалент передачи и привлечения. Все, что тебе нужно, будет притягиваться к тебе. Ты становишься силой притяжения. Все притягивается к тебе. Почему? Потому что ты строишь. Ты не стремишься стать королем над кем-то. Ты не стремишься стать королем над пространством, над рынком, над собой. Где бы ты ни работал, ты просто стремишься стать королем над праведностью, которой ты должен быть. И все, что тебе нужно, Бог даст тебе. Бог буквально даст тебе это. Вот почему в Библии говорится, что помощь приходит от Господа. Но некоторые уповают на коней и колесницы, а я всегда буду уповать на имя Господа. Как ты это делаешь? Ты просто доверяешь Ему. Ты делаешь то, что Он просит тебя делать. Ты вкладываешь в это свою душу. Ты живешь праведной жизнью, и все, что тебе нужно, приходит к тебе. Так говорится в Библии. А теперь позволь мне сделать заявление. Я хочу, чтобы ты меня очень внимательно выслушал. Благословение. Слушай меня внимательно. То, что я сейчас скажу, может вызвать споры. Но я надеюсь, что к тому времени, когда я закончу все эти проповеди, я смогу их оценить. Благословение, которое дает вам Бог, зависит от вашего поведения. Бог благословляет вас в соответствии с тем, насколько вы праведны. Бог любящий, милосердный, добрый, заботливый, благословенный, и Он никогда не оставит вас, не покинет и не забудет. И, конечно же, если вы о чем-то попросите Его, Он даст вам это. Но то, как Он хочет благословить вас, зависит от того, как вы живете. Вы меня слышите? Слышите, что я говорю? Позвольте мне объяснить вам это. 32. Затем в год, который будет на небесах, я буду судить и наказывать своих слуг, осуждая нечестивых, навлекая на них кору, и оправдывая праведных, давая им по их праведности. Запомните эти слова, оправдывая праведных, давая им по их праведности. Все ли вы поняли? Так как же Бог удовлетворяет ваши нужды? По вашей праведности. По вашей. По вашей. Это ключевое слово. Вот почему нам нужно это обсудить. Я не думаю, что у меня сегодня будет время поговорить об Иисусе, о том, как мы можем обрести Его праведность. Но когда я буду говорить об этом, я покажу вам, что Он дает нам все благословения, но мы должны сами войти в каждый аспект этого благословения и получить его. Но во второй книге Царств 22 есть очень интересное высказывание. Стих 21-22. Вторая книга Царств 22 часа 21 минута, Господь вознаградил меня по моей праведности. Скажи своему ближнему, по моей праведности. Так что награда от Бога приходит не потому, что пастор молится и возлагает руки на твою голову, благословляя тебя. И не потому, что кто-то дает тебе хорошее пророчество. Все зависит от того, насколько вы соответствуете требованиям, предъявляемым к вашей жизни. «И по чистоте моих рук будет мне воздаяние, ибо я соблюдал заповеди Господа и не отступал от Бога моего». И это говорит Давид. «И позвольте мне сказать вам, что Бог не раз испытывал Давида. И всякий раз, когда Давид был послушен, Бог благословлял его. А когда он оступался, Бог наказывал его. Бог наказывал его». Итак, послушание определенным стандартам имеет здесь решающее значение. Второзаконие 22 часа 25 минут. «Поэтому Господь воздаст мне по моей праведности, по чистоте моей предачами его». Итак, Бог призывает нас к праведной жизни. У меня осталось около 13 минут, прежде чем я закончу проповедь. Итак, позвольте мне показать вам, как обрести праведность. Хотите знать, как обрести праведность? Вы все хотите знать? Ущипните своего соседа, если он спит. Ладно, нам нужно быть на чеку. Здесь непривычно тихо. Думаю, мне нужно почаще уезжать отсюда. Просто держитесь от меня подальше. Второе послание Тимофею, глава 3 часа 10 минут, 17. Это Павел пишет своему сыну Тимофею. Отец обращается к сыну, которого он поставил во главе церкви в Эфесе, очень влиятельной церкви. Но ты тщательно следовал моему учению, образу жизни, целям, вере, долготерпению, любви, стойкости, преследованием, скорбям. Вот и все. Это полный перечень всего. Павел говорит, ты следовал за мной во всем, что со мной происходило в Антиохии, Иконе и Листре, какие преследования я терпел. Я имею в виду вот что. Знаешь, Павел, я не думаю, что кто-то из нас страдал так, как ты. Он даже больше страдал, чем Иисус. Это не спорное утверждение. Я думаю, что его пять раз избивали плетью. На его спине было 39 ран. Иисуса же били только один раз. Он был на корабле, потерпевшем крушение. Я имею в виду, что Иисус пошел на это. Иисус взял на себя все наши грехи. Мы не отрицаем этого. Но Павел действительно многое перенес во имя Господа. Так что это опровергает представление о христианстве как о религии без проблем. В этом мире у вас будут проблемы. Какие гонения я перенес, но Господь избавил меня от них. Господь избавил меня от них всех. Это утверждение о победе. Хорошо? Да, и все, кто желает жить праведно во Христе Иисусе, будут подвергаться гонениям. Поверь мне. Поверь мне. Спроси меня, и я расскажу тебе, какие гонения я терплю каждую неделю. Это нелегко. Но злые люди и самозванцы будут становиться все хуже и хуже, обманывая и подвергаясь обману. Но вы должны продолжать делать то, чему научились. Все говорят, научились. Потому что сейчас вы начинаете понимать, что такое праведность. Ключевое слово здесь, вы должны научиться. Вы должны учиться у людей. Если вы можете учиться у меня, если вы можете учиться у других, если я могу учиться у вас, если мы можем учиться у нас самих, мы должны учиться. И будучи уверенными в этом, зная, у кого вы научились, зная, что с детства вы знакомы со Священным Писанием, которое способно сделать вас мудрыми для спасения. С истинной верой во Христа Иисуса. Теперь послушайте это, стих 16. Все Писание. Все говорят, все Писание. Вдохновлено ли оно Богом и полезно ли для чего? Для наставления, для обличения. Некоторые люди говорят, что нам не нужно учения в церкви. Это первое, что вам нужно, когда вы обращаетесь к Писанию. Это полезно для учения, для исправления. А что такое исправление? Это испытание, чтобы убедиться в достоверности подлинности. Я имею в виду, откуда мне знать, что вы подлинный? Откуда вы знаете, что я подлинный? Испытайте меня, выжмите апельсин и посмотрите, что получится. Выжмите христианина и посмотрите, что получится. Хорошо? Вот что это такое исправление. Для того, чтобы человек изменился. В церкви не любят, когда кого-то исправляют. Они говорят, что мы не должны никого исправлять. И есть такое понятие, как наказание. Но это не наказание, а помощь. Павел наказывал. Иисус иногда использовал резкие слова, но делал это из чистого сердца, чтобы помочь человеку исправиться. И послушайте, что он говорит дальше. Священное Писание дано нам для наставления в праведности. Послушайте, если бы у нас не было так много разных способов жить, то Бог дал бы нам всего одну главу, одну единственную главу, и сказал бы, прочти эту главу и живи по ней. Но он дал нам 66 книг Библии, Ветхий Завет, для наставления в праведности, чтобы человек Божий, то есть вы и я, были совершенно, полностью подготовлены к любому доброму делу. Первое, о чем я хочу вам сегодня рассказать, если мы хотим жить праведно, мы должны знать, что путь к праведности лежит через Библию. Библия должна научить вас пути Божьему. И я расскажу вам о некоторых аспектах, таких как брак, праведность в браке. Я собираюсь поговорить о праведности в наших пожертвованиях. Я собираюсь поговорить о праведности в наших отношениях. Я собираюсь поговорить о многих вещах. О праведности в том, как мы представляем Бога в этом мире. Есть много вещей, о которых я хотел бы поговорить, но первое, что вы должны понять, это то, что все указания, касающиеся вашего состояния, вашего предназначения, того, как вы должны действовать в этом мире, должны исходить от Бога. В послании к евреям 5 часов 13 минут говорится, что всякий, кто питается только молоком, не имеет навыков слове праведности, потому что он еще младенец. И я хочу, чтобы мы пришли к пониманию того, что в этой церкви все непросто. Это непросто. Непросто в воскресное утро делиться Словом Божьим так, как мне хотелось бы, потому что я знаю, что у нас есть люди с разными вкусами, темпераментами, желаниями, ожиданиями. Но должен наступить такой момент, когда, как сказано в Писании, мы не сможем довольствоваться только молоком, потому что это делает нас неспособными к праведности. Посмотрите, что там сказано. Всякий, кто питается только молоком, не имеет навыка в слове праведности, потому что он еще младенец. Мы не можем вечно оставаться младенцами. Скажите своему соседу, что вы не можете вечно оставаться младенцем. Вы должны уметь жить. Скажите своему соседу, что вы должны уметь жить. Хорошо? А чтобы уметь жить, вы не можете питаться только молоком. Это хорошо. Послушайте, никто из вас не пришел в этот мир, не выпив молока. Я прав, некоторые из вас были на грудном вскармливании, а другие на искусственном. Некоторые из вас не похожи на тех, кому меняли подгузники. Хорошо, каждый из нас прошел через все эти этапы развития. В жизни мы были детьми, но мы не можем вечно оставаться младенцами, которых кормят грудью или из бутылочки. Мы должны учиться, как правильно жить, и мы должны научиться тому, как привнести праведность в свою жизнь, во все ее аспекты. Поэтому нет ни одной части нашей жизни, которая не соответствовала бы стандартам, которые Бог ожидает от населения. Ты меня понимаешь? Это Слово Божье. В Псалме 1 сказано, «Блажен человек, который не ходит на совет нечестивых, и не стоит на пути грешных, и не сидит в собрании насмешников, но в законе Господа воля его». И о законе его размышляет он день и ночь. Он будет подобен дереву, посаженному у реки, которая приносит плоды в свое время, и листья его не вянут, и все, что он делает, приносит благо. Нечестивые же не так поступают, но подобны мекине, которую уносит ветер. Поэтому нечестивые не устоят на суде, и грешники в собрании праведных. Ибо Господь знает путь праведных, а путь нечестивых погибнет. Так где же твое место? Ты должен жить, размышляя о Божьем Слове день и ночь. Ты должен идти путем Божьим. Писание учит нас праведности, которую мы обретаем во Христе. И я думаю, что на следующей неделе мы поговорим об этом. Когда Библия говорит, что он сделал так, что тот, кто не знал греха, стал грехом за нас, чтобы мы могли стать праведностью Божьей в нем. И я расскажу о нашем положении, потому что мы не можем сами создать свою праведность. Это праведность совершенного Христе. И именно поэтому в нашей церкви мы не можем допускать двойных стандартов и лицемерия. Я имею в виду, послушайте, мы не идеальные люди. Я это понимаю. Мы все в чем-то несовершенны, но мы просто не можем себе этого позволить. Мы не можем прийти к тому, что мы не знаем, как поступить. Когда я говорю о духовном покровительстве, о праведном пути, которым Бог нас ведет, то это праведный стандарт. Когда я говорю о браке, мы должны привести в порядок наши брачные отношения в соответствии с праведными стандартами, чтобы Бог благословил эту сферу. Иначе это станет брешью в ограде, через которую дьявол сможет проникнуть. Есть праведное служение. Бог не хочет, чтобы мы служили ему только ради того, чтобы истощить наши ресурсы. В этом есть праведность. Вы делаете это не потому, что должны быть юридически безупречны. В этом есть праведность. И я хочу поговорить об этом. Я хочу поговорить о праведности в вашем служении, в вашей профессии, о том, как вы работаете. В этом есть праведность. Это состояние и положение, которые Бог определил для вас. Если вы будете действовать в соответствии с ними, то не только будет возвышена святая нация, но и южноафриканская нация будет возвышена через святую нацию, потому что нация в нации изменит нации. Аминь? Поэтому нам нужно прийти к этим стандартам, к этим местам праведности. Готовы ли вы стать праведностью Божьей? Хорошо, потому что этого хочет Бог. А праведность это не странное поведение, не религиозный фанатизм и не выкрикивание «Аллилуйя» и «Аминь» в каждом предложении. Хорошо. Праведность это просто быть тем, кем Бог вас создал. И знаете что? Вы можете быть совершенно нормальным человеком и при этом быть праведностью Божьей. Иисус был именно таким. Как вы думаете, можем ли мы войти в Царство Небесное, в этот порядок, в это устройство, и стать царями праведности, а не царями земными? И царями мира, чтобы когда люди приходят в наши дома, там царили праведность, мир и радость Святого Духа. Поэтому, пожалуйста, поддержите меня. Мое время вышло.